Впервые с момента захвата санатория с журналистами пообщались военные. Представители ведомства уже провели инвентаризацию имущества здравницы. В дальнейшем планируется ремонт корпусов. По словам представителей Минобороны, многие здания находятся в аварийном состоянии. Также военные сообщили, что в собственность санатория вскоре вернутся участки, которые в последние годы стали частными. Позиция однозначная. Это все державное майно. Это будет санаторий, он будет развиваться и будет функционировать в полном масштабе на 400 мест минимум. Сейчас открывается на 200, 250 в летний период, на 200 мест в зимний период. Санаторий Лермонтовский станет центром медицинской реабилитации и санаторного лечения. Теперь он называется Одесский. На время инвентаризации пациентов переселили в военный госпиталь. Но как только здравница начнет работать, они смогут вернуться обратно. На базе этого вискового местечка номер 287 создается, формируется, то есть куда сейчас принимаются люди, центр медицинской реабилитации, это центр на турноволюковании Одесский. Он будет открыт для всех категорий граждан. Это не значит, что это будет закрытая территория, здесь будут оздоравливаться только военные. 25 января Лермонтовский заняли военные. По решению суда вся территория здравницы теперь принадлежит Министерству обороны. 28 января в парламенте прошло заседание рабочей группы по рассмотрению ситуации вокруг санатория. Нардепы инициировали создание временной следственной комиссии. Следующее более расширенное заседание состоится 4 февраля.